Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. В России официально открыли год семьи. Россия – это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей, отметил глава государства. Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийского семейного форума «Ротные и любимые». Участвовали семейные династии, многодетные семьи, семьи героев России, ветеранов СВО из каждого региона страны, в том числе из Карачаева, Черкесии. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что традиционные ценности, в частности, семья – это нравственный фундамент российской государственности. В форуме участвовали творческие семьи из Карачаева, Черкесии, Узденовы, Кирбижевы и Евдокимовы. Репортаж Алла Динаевая. Выставка «Форум Россия на ВДНХ в Москве» – это наша большая страна в миниатюре. Колоритный и увлекательный стенд Карачаева, Черкесии продолжает знакомить гостей выставки с нашим регионом. В эти дни посетители могли прикоснуться к народному декоративно-прикладному искусству. Два дня мастер-класс традиции гор по изготовлению вылочных изделий для гостей провела творческая семья ремесленников Узденовых. Глава семейства, известный не только в Карачаево-Черкесии, но и на Северном Кавказе, художник-прикладник, изготавливающий керамические вылочные изделия Амин Узденов. Свой первый, правда, миниатюрный двухсторонний карачаево-балкарский кииз, ковер, изготовила Татьяна из Удмуртии. Карачаево-балкарский двухсторонний ковер, который старину вделили на пол, на земляной пол, который не проходило через него, был он огромный, три на шесть, и результат был очень интересный. Желающих познакомиться с техникой войлока было немало. Этот вид искусства в последние годы переживает свой ренессанс. Ирина из Санкт-Петербурга тоже попробовала свои способности в оляне войлока. Я люблю Кавказ, я люблю горы, я часто там бываю. Также мне показалось интересный мастер-класс, не просто делать поделку, а сделать свой собственный ковер. Такого я нигде не видела. Хочется попробовать сделать что-то новое и пообщаться с интересными людьми. Музыкальный мастер-класс от семьи Кирбижевых из Хабецкого района прошел на ВДНХ в рамках работы Всероссийского семейного форума «Ротные любимые». Зулета Кирбижева и трое ее детей рассказали гостям экспозиции о музыкальном искусстве народов Карачева-Черкесии, продемонстрировали традиционные национальные инструменты, исполнили старинные мелодии и их современную интерпретацию. А семья Евдокимовых из Ост-Джигуты участвовала в форуме «Ротные любимые» в конкурсе «Династия России. Семейное шоу талантов. На все руки мастер». Об истории кавказских танцев, которые являются неотъемлемой частью культуры региона и отражают богатство и разнообразие народов, проживающих в гостеприимной Карачева-Черкесии, рассказали посетителям. А солисты Театра танца Государственной филармонии нашей республики, заслуженный артист Карачева-Черкесии Азамат Ионов и Анна Качкарова исполнили несколько танцевальных композиций, которые завораживают грации. К самобытной культуре народов Кавказа интерес растет. А после выставки «Россия» знающих и желающих лучше узнать богатейшую духовную культуру, традиции, историю народов, проживающих в Карачева-Черкесии, несомненно, станет только больше. Алла Динаева, Вести, Карачева-Черкесия, Москва. Сегодня особенная дата в истории нашей страны и в истории Великой Отечественной войны. 80 лет снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Жительница Черкеска Инесса Васильевна Найманова родилась в Ленинграде, и она помнит ту страшную блокаду. На тот момент ей было 5 лет, но она отчетливо помнит то время, когда немцы взяли город в кольцо. Семья Инессы Наймановой жила рядом с дорогой жизни, проходящей по Ладожскому озеру. Это была единственная транспортная магистраль, которая связывала блокадный Ленинград со страной. В условиях острой нехватки продуктов люди были вынуждены выживать кто как может. Невероятно сложно было во время блокады семьям с детьми, особенно самыми маленькими. Про героизм людей Инесса Найманова рассказывает молодому поколению. В этот день к ней приходят внуки, правнуки, соседи, чтобы поздравить с важной исторической датой. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Не так много времени осталось до начала всероссийского голосования в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». У жителей пяти населенных пунктов республики будет возможность выбрать те объекты, которые они хотели бы видеть благоустроенными в первую очередь. О нюансах предстоящего голосования в сюжете Артура МХЦ. Представитель регионального Минстроя Ирина Дипцева показывает нам проекты, которые стали победителями всероссийского голосования в прошлом году. Так, благодаря активности жителей Черкеска, в 2024-м будет благоустроена аллея по улице Красноармейской. Города меняются под желание именно жителей, чтобы им было комфортно и удобно проживать. Соответственно, создан такой механизм, что сами жители могут предлагать те территории, которые они видят к благоустройству в первоочередном порядке. И, соответственно, выбор идет между теми территорий, которые хотят жители. За какие территории больше будет голосов, те территории будут благоустроиться в первоочередном порядке. У жителей пяти населенных пунктов республики возможность выбрать тот или иной проект появится в середине марта. Пока же на платформе «За город. Среда. Ру. Голосование» можно найти результаты прошлых лет. Какие проекты были представлены, какие стали победителями, кто является ответственным за качество реализации заявки. Всегда актуальная информация на конкретный момент времени. Каждый регион загружает свои объекты голосования, и жители голосуют на этой платформе. У нас на территории Карачаева-Черкесской республики в голосовании участвуют пять населенных пунктов. Это город Черкес, город Оджигута, город Карачаевск, Тибердай и такой моногородок Медногорский. Каждый год выставляется не менее двух территорий, и жители голосуют за ту территорию, которую они видят. В этом году данное голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля. По словам представителя регионального ведомства, именно от активности населения зависит, появится ли в том или ином городе обновленный благоустроенный парк, аллея, либо все останется, как прежде, тусклым, невзрачным, старым. Так, жители Карачаевска вряд ли пожалели, что приложили усилия ради проекта в парке «Зеленый остров». А горожане Усть-Жигуты наверняка не нарадуются практически завершенному благоустройству центрального парка. Если же нет активности, значит, людей все устраивает в прежнем виде, и им совершенно безразлична возможность преображения той или иной территории. Минстрои республики также напоминают, что ведется набор волонтеров, которые после регистрации на платформе Добро.ру смогут помогать другим участвовать в процедуре голосования. Артур Мкцемиха Каракелян. Вести. Карачаево. Черкесия. Во Дворце культуры Черкеска состоялось торжественное открытие месячника спортивно- и оборонно-массовой работы. В рамках ДЕКАД будут проведены мероприятия, направленные на военно-патриотическое, культурное, спортивно-оздоровительное воспитание учащихся. Далее расскажет Дарья Тендит. Во Дворце культуры собрались почетные гости, учащиеся и преподаватели школ города. Спортивно-оборонно-массовый месячник, который продлится до 23 февраля, охватит важные исторические даты страны. Проводимое мероприятие направлено на формирование гражданско-патриотических ценностей у молодого поколения. Мы должны помнить и чтить героев и их подвиги, отметила Сусана Калмыкова. Кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны? Войны в Афганистане, в Чечне. Кто мужественно защищает наши рубежи в ходе специальной военной операции? И надеюсь, мои дорогие друзья, наши школьники, что вы станете таким же достойными защитниками нашего Отечества. В ходе мероприятия один за одним сменялись концертные номера воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи и ДДТ имени Гагарина. Были представлены вокально-хореографические композиции, флешмобы, продемонстрированы навыки военно-прикладного и боевого искусства. В течение месяца в школах города будут проводиться тематические соревнования, где выявят самых сильных. Я хочу, чтобы вы, как ваши деды, прадеды, были достойными их подвигов, чтобы вы были лучшими. И пусть, конечно же, в этом месяце победит сильнейший. История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена патриотизм, сплоченность и любовь к Родине помогали народу преодолевать трудности и невзгоды, собравшиеся почтили память бойцов, мужественно сражавшихся за Родину. Основная задача проведения месячника – сохранение памяти о воинской доблести и героизме бойцов, тех, кто отдал свою жизнь и тех, кто продолжает защищать нашу страну на СВО. На примерах их подвига воспитывают подрастающее поколение. Под руководством нашего замечательного преподавательского состава, системы образования города Черкеска, под руководством ветеранских организаций, военного комиссариата, мы совершим, простите за слово, небольшое волшебство. В один месяц мы соединим прошлое, это наших великих предков, настоящее и будущее. Месячник спортивной и обороны массовой работы проводится ежегодно в целях военно-патриотического воспитания молодёжи, развития культуры и спорта, укрепления здоровья школьников. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. 12 саженцев крымской сосны высадили на левом берегу Кубани гидроэнергетики карачаева-черкесского филиала «Пауэрус Гидро» активисты и школьники. Место выбрано не случайно. Это точка, с которой открывается один из лучших видов на Красногорский Малый Эгэс. И что важно, обзорная площадка доступна к посещению без каких-либо ограничений. С просьбой о начале благоустройства левого берега реки на окраине станицы обратились жители Красногорской. Они рассказали, что после ввода объекта в эксплуатацию к реке стали подъезжать как местные, так и туристы, чтобы посмотреть на грандиозный промышленный объект. На этом сводний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова